При возведении больниц, школ, жилых домов необходимо сделать так, чтобы посторонние не могли попасть на строительную площадку. Этого требует правила безопасности на таких объектах. Поэтому их обносят временным забором. Правда, иногда эти конструкции не справляются со своими задачами. Наша съемочная группа отправилась на поиски уставших ограждений. Все подробности далее. Такие заборы в Иркутске можно встретить часто. За металлическими конструкциями обычно скрываются стройки. Эти заборы еще называют мобильными. Их легко и быстро можно поставить, а потом разобрать. Здесь, на улице Дыбовского, строительные работы давно не ведутся. Это один из известных долгостроев города. Поэтому и за забором, видимо, никто не следит. Здесь забор решил прилечь отдохнуть. И, видимо, все свои обязанности он передал своим коллегам. Ну а вообще, строительные ограждения нужны для того, чтобы обезопасить прохожих и работников, обеспечить охрану окружающей среды, ну и для того, чтобы на стройплощадке не было посторонних. Опасность здесь представляет не только забор, но и проходная зона. Тут уже давно нет некоторых досок. При этом напротив находится колледж. И именно здесь нередко проходят студенты. Бывали моменты, у нас там даже падали девочки, вот она упала, ногу ушибла. И лесенка эта тоже, она очень какая-то крутая. Кажется, наступишь на эту досочку, она провалится, и ты улетишь вниз там. Улетел вниз и следующий наш герой. На улице Софьи Перовской забор, который также установлен возле строящегося объекта, накренился. Часть ограждения упала на тротуар. Скорее всего, это случилось из-за сильного ветра, который был в Иркутске. Но здесь стройка продолжается, поэтому работники заметили проблему. Часть упавшего забора убрали, но кое-что осталось. Здесь мы обнаружили эту сломанную доску. При движении она, конечно, не мешает. А вот при неосторожности можно наткнуться на довольно острый кусок древесины и получить ушибы и в придачу занозы. А вот еще ограждение на улице 6-я Советская. Также есть упавшие профлисты, торчащие гвозди и деревянные балки. А самое главное, доступ на площадку открыт. Это небезопасно. Жителям столицы региона лучше быть на чеку возле подобных объектов, ведь порой они могут упасть. Ксения Бутина, Иван Гоголев. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова